Здравствуйте, в эфире нашего телеканала информационная программа «Семь минут». И сегодня у нас в гостях главный врач областной клинической больницы Александр Кузнецов. Здравствуйте, Александр Вячеславович. Здравствуйте. Александр Вячеславович, областная клиническая больница, наверное, это одно из ведущих медицинских учреждений в нашем городе. По каким направлениям Вы оказываете медицинскую помощь и какие из этих направлений можно назвать ведущими? Вы правильно подчеркнули, что мы ведущие предприятия нашего города в плане медицины, поэтому мы оказываем направление практически по всем видам медицинской помощи. Мы имеем лицензию по 60 видам и также по 12 видам высокотехнологической медицинской помощи. И стоит отметить, что на базе нашего больницы есть уникальные отделения, единственные в городе, такое как колопрокатологическое, такое как ортопедическое отделение, гематологическое отделение, комустиология, то есть ожоговая. И мы можем гордиться этими отделениями, этими специалистами, которые там работают. То есть вот какого-то ведущего направления в Вашей больнице выделить, я так понимаю, нельзя? Все направления являются ведущими? Да, все направления ведущие. Как приоритет именно одному какому-нибудь направлению отдать нельзя. Мы стараемся планомерно и как бы параллельно развивать все эти отделения, постепенно оснащая их новым орудованием, постепенно обучая специалистов и выходя на более высокий уровень стандарт качества лечения. Насколько я знаю, в Вашей больнице размещен травмцентр, да? Региональный сосудистый центр, центр здоровья. Какова направленность этих центров и приоритет в оказании помощи? Ну, сосудистый центр, который создан на базе ОКБ, является основным как лечебным, так и методическим центром, который оказывает непосредственную помощь пациентам, страдающим нарушением мозгового кровообращения, а также с инфарктами миокарда. Мы стараемся на самом высоком уровне оказать помощь специализированной и квалифицированной в первые практически часы по возникновению данной патологии. И на травмцентре первого уровня, который у нас создан, оказывается помощь пациентам, которые получили травму не только на дорогах, не только, например, где-нибудь в производстве, но также в быту, и любые даже ожоговые травмы мы берем на себя. Ну, а задачами Центра здоровья, расположенных в поликлинике нашей больницы, является эта работа с населением по формированию здорового образа жизни, профилактику здорового образа жизни, также санитарно-просветительные акции, которые практически устраиваются очень часто. А что насчет современного оборудования? Насколько хорошо на сегодняшний день областная клиническая больница им оснащена? Ну, здесь стоит отметить, наверное, то, что после создания регионального сосудистого центра, травмцентра первого уровня, а также завершения программы модернизации здравоохранения Рязанской области, оборудование, которое было закупано, является уникальным на территории нашей области. И также можно сказать, что мы не уступаем по оснащению ведущим поликлиникам Москвы и Санкт-Петербурга. Насколько вообще охотно на сегодняшний день молодые люди идут именно в медицинскую профессию? И насколько охотно именно к вам в больницу молодые кадры попадают? Ну, здесь стоит отметить в данном случае, что наша больница является клинической базой Рязанского медицинского института. И до сегодняшнего момента существует достаточно большой конкурс для того, чтобы поступить в медицинский институт. На кафедрах преподают профессора, доценты высокого уровня. И мы стараемся поддерживать связь с Рязанским медицинским институтом после внедрения всех передовых технологий, на которые молодые специалисты охотно идут. А это технологии и в области хирургии, и в области ортопедии, и гематологии. Создаем учебные классы, создаем видеотрансляции, видеоконференции непосредственно с операционных. Очень много заинтересованных как и в нашу область, так и с других областей к нам тянутся. Также стоит отметить программу целевого направления на учебу молодых специалистов. Мы после школы даем целевые направления и ведем потом полную курацию тех студентов, за которых, в принципе, мы отвечаем. Это на сегодняшний момент у нас три человека учатся, и мы выплачиваем стипендию. Но хочу отметить, что поток молодых специалистов, молодых кадров достаточно высок, и заинтересованность огромная. Как насчет подготовки молодых кадров? Насколько подготовленными к вам приходят молодые врачи? Ну, когда к нам приходят, уже сказать, что они молодые, наверное, не скажешь. Поэтому мы берем те кадры, которые совсем практически не подготовлены. Мы стараемся научить их правильно работать с теми требованиями, с теми критериями, которые на сегодняшний день к нам предъявляют. И как высшие структуры нашей медицинской организации, и так и сами люди, которые от нас требуют высококачественной медицинской помощи. И поэтому мы стараемся на первых этапах, когда только еще формируется мировоззрение у молодых специалистов, когда только мы учим, как должны работать их руки, приложить максимум усилий благодаря нашим высококлассным специалистам. Ваши специалисты ежегодно оказывают высокотехнологичную специализированную помощь пациентам. Увеличиваются ли ее объемы из года в год? Да, объемы увеличиваются. Я могу сказать, что раньше мы оказывали высокотехнологическую помощь по нескольким направлениям, например, трем-четырем направлениям. То сейчас у нас высокотехнологическая помощь, объемы увеличились, и по 12 направлениям мы уже оказывали высокотехнологическую медицинскую помощь. И стоит отметить, что каждым годом объемы растут. А есть возможность как-то еще больше расширить спектр оказания медицинских услуг? Спектр оказания медицинских услуг? Ну, наверное, стоит не думать сейчас о расширении спектра услуг, а думать о облучшении спектра услуг. Та база, которая сейчас сформирована, и тот лечебный процесс мы в основном направляем на то, чтобы максимально качественно оказывать медицинские услуги. И по тем направлениям внедрять передовые технологии, которые на сегодняшний момент есть. Александр Вячеславович, на сегодняшний день иногда мы слышим о том, что в некоторых больницах не хватает койко-мест. Вот в областной клинической больнице эта проблема существует? В областной клинической больнице эта проблема не существует. Как мы уже отмечали ранее, внедрение передовых технологий позволяет сократить на минимальные сроки койко-дни, которые пациенты проводят у нас в больнице. Если раньше, например, затрачено по каким-то критериям человек мог пролежать 15 дней, можем сократить сейчас до 3 дней. Например, в различном хирургическом профиле это применяют передовые технологии, направленные на менее инвазивные методики лечения. Поэтому все пациенты, которые на сегодняшний момент к нам обращаются, и после применения вот этих малоинвазивных методик лечения, мы стараемся увеличить оборот койко-дни. Оборот койки. Вы главный врач этой больницы. Можно сказать, что под вашим неусыпным контролем находятся абсолютно все отделения. Каким образом вы, я не знаю, отслеживаете качество медицинских услуг? Каким образом вообще вы все это собираете под свое крыло и следите за тем, как ведется работа? Ну, цепочка у нас уже выстроена. И хочется отметить, что непосредственно мы наблюдаем за тем, как работают у нас специалисты непосредственно у кровати пациента. И здесь стоит отметить, что все вот это внимание, все внимание направлено только на то, чтобы оказать качественную медицинскую помощь, и чтобы наш пациент был доволен. Потом постепенно поднимается все к заведующим отделениями, к моим замам. Организуются врачебные конференции, организуются ежедневные пятиминутки, разбор клинических случаев. Также есть врачебная комиссия, на которых разбираются очень серьезные клинические случаи. Мы выносим какие-то требования к врачам, которые постепенно внедряются в практику. Ну что ж, Александр Вячеславович, большое спасибо, что Вы в своем наверняка плотном графике нашли время для нас, ответили на наши вопросы. Мы Вам желаем плодотворной работы, ну и поменьше больных. Спасибо огромное. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем Вам здоровья. Всего самого доброго. Увидимся в следующих выпусках. Увидимся в следующих выпусках.